Войска заходят в Крым, президент Польши разрешает стрелять в мигрантов и дело против комиссаренко. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире НЕХТА. Самая важная и интересная новость. Со всех сторон террорист-стрелков делится своей аналитикой, говорит Курск, отвлекающий маневр. Считаю удар *** Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго, главного. Президент Польши подписывает законопроект, который поможет лучше защищать границу и уменьшит риски для польских военных. Это можно воспринимать как эскалацию со стороны путинской России. Сколько беженцев может устроить Россия и куда их расселить? Подсказка «меньше, чем нужно» и некуда. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал. Про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, так вы можете нас поддержать. Поехали, начнем. Россия развернула больше сил в Курской области после вторжения. Об этом сообщают в британской разведке. Федерация устанавливает дополнительные оборонные линии и увеличивает контингент. После начальной неразберихи из организации российские силы развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии столкновения. К тому же в Курской области строят дополнительные оборонные позиции, говорят в разведке. Кроме того, просто по объявлению набирают рабочих на строительство этих оборонных позиций и на рытье окопов в том числе. Хоть власти официально в ответ каналу «Астра» это и опровергают. В Курской области украинские военные уничтожили мост через реку Сеем в Глушковском районе. Российские пропагандисты пишут, что около 700 российских военных могут попасть в окружение. Ну а пока около 30 населенных пунктов оказались отрезаны от коммуникации из-за разрушения моста. В частности, речь идет о населенных пунктах Теткина, Попова-Лежичи и Волфина. Пропагандисты жалуются, якобы ВСУ наносят аналогичные удары по мосту в соседнем селе, званые. И якобы, если уничтожат и этот мост, то огромная российская территория окажется под контролем сил обороны Украины. Мы поговорили с экспертом о том, где ждать следующей атаки Украины, если российские войска готовятся к обороне только в Курской области. Они действуют полностью по книжке и очевидно, что после прорыва Курской области они начинают усиливать оборону в Брянской и Белгородской областях. Курская операция не является самоцелью, что она является частью цельного задума. И если ситуация будет идти так, как идет сейчас, то в ближайшее время мы увидим еще один удар на другом направлении. Какой это будет удар, посмотрим. Я думаю, даже ставка Верховного Главнокомандования имеет несколько планов. Война – это искусство. И нанесение удара противнику там, где он не ожидает – это один из ключевых принципов. Поэтому я не удивлюсь, если развитие ситуации может пойти совершенно не по тому сценарию. Беженцев из Курской области будут селить в Мариуполе. Псевдомэр города Олег Маргун выдал поручение подготовиться к возможному размещению беженцев. Российская МЧС пишет, что более 10 тысяч жителей Курской области, в том числе около 3 тысяч детей, размещены в 153 пунктах временного размещения в 19 регионах России. По данным Росстата, население Курской области по состоянию на начало 2024 года – 1 миллион 60 – почти одна тысяча. То есть около 1% Россия сможет расселить. Президент Польши подписал закон, согласно которому право на применение оружия на границе расширяется. Закон исключает ответственность за действия, совершенные при определенных условиях. Речь идет о том, как солдат или пограничник используют оружие в нарушении правил действующих, если оно используется при прямой угрозе жизни, здоровью или свободе, его или другого лица. Подтверждением необходимости применения оружия являются обстоятельства, требующие немедленного действия. В законодательстве также вводится понятие «военная операция, проводимая в стране в мирное время». Закон о поддержке действий военнослужащих и офицеров, который как раз подписал президент Польши Анджей Дуда, предусматривает, что военные могут использоваться для самостоятельных действий, а не только для поддержки Министерства внутренних дел и администрации в мирное время и на территории страны. Я думаю, что российские провокации неминуемо бы спровоцировали польскую сторону переходить к более, скажем так, радикально силовым методам. Потому что постоянные провокации создания миграционных кризисов на белорусско-польской границе, когда они с помощью нелегальных мигрантов пытались прорывать границу Польши и Ирпейского союза одновременно. И, конечно же, польские пограничники всячески пытались без использования, скажем так, огнестрельного оружия это все останавливать. Это можно воспринимать как эскалацию со стороны путинской России и как элемент гибридной войны, это абсолютно очевидно. Более того, на фоне последних событий в Курской области, Польша, скорее всего, посчитала, что какой-то асимметричный ответ Российская Федерация, например, может реализовать через прорыв, возможно, мигрантами на польской границе. Меры безопасности на границе с Белоруссией вводятся после гибели польского военнослужащего от рук мигрантов. Если вы уже забыли об Игоре Стрелкове, то он о вас не забыл. И в тюрьме продолжает следить за событиями. Даже свой анализ этих событий предлагает. Правда, теперь не в видеоформате, а в письмах. В отношении ситуации на фронте внимательно слежу. Считаю, удар *** в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго, главного, в котором они задействуют свои остальные резервы и авиацию, F-16. Вероятнее всего, в крымском направлении. Вместе с тем, он идет в ногу со временем. Ведь только накануне вечером был обстрелян Керченский порт, паромная переправа. И вроде как даже подбит один катер. Но может ли идти речь о полноценной военной операции по освобождению Крыма? Ну так, чтобы были задействованы все компоненты и виды войск. Мы расспросили об этом эксперта. До административной границы с Крымом несколько десятков, я так понимаю, сотен километров. Поэтому без полноценного, я не знаю, там форсирования Днепра, крупномасштабной операции, но это выглядит абсолютно не так, как это хотят представить русские. По поводу воздушной операции по Крыму. Эта операция ведется еще с начала этого года. Понятно, что просто воздушное пространство над Крымом расчищают для ударов F-16. За последнее время там уничтожено, ну я не побоюсь сказать, десятки комплексов С-300, С-400. Как только американцы дадут высокоточное дальнобойное оружие, я имею в виду АГМ-58, то удары по Крыму будут наноситься в полигонных условиях. И там будет выноситься все, что пожелает украинское командование. Хорватия возвращает обязательный призыв в армию с 1 января 2025 года. Правда, служить будут всего два месяца. Но в стране отменили всеобщую воинскую повинность и перешли на добровольную службу в 2008 году. Вернуться к обязательной службе решили из-за глобальных угроз и из-за угроз безопасности самой Хорватии. Владимир Зеленский предлагает украинскому парламенту ратифицировать римский статут Международного уголовного суда. Это является одним из условий евроинтеграции. Но этот шаг не встретил однозначной поддержки. Многие украинские блогеры и эксперты критикуют ратификацию документа, аргументируя тем, что, к примеру, США и Израиль, еще ряд стран, не ратифицировали и не обращают внимания на Международный уголовный суд. В Генеральной прокуратуре идею поддерживают, естественно. В Украине созданы все условия для того, чтобы МУС мог осуществлять свои эффективные и беспристрастные расследования. Приняты соответствующие изменения в законодательстве. Украинские прокуроры на ежедневной основе сотрудничают с офисом прокурора Международного уголовного суда и предоставляют все необходимые материалы. Что позволяет ратификация, на что она повлияет и действительно ли без нее нельзя? Мы поговорили об этом с экспертом. Раскрывает достаточно много бюрократических возможностей по влиянию на процессы, как та страна, которая ратифицировала римский статут. Но он, кстати говоря, принят Украиной еще в 2000-м году. Поэтому Украина признает римский статут, Украина признает юрисдикцию римского статута. Но есть нюанс. Когда, например, парламент ратифицирует римский статут, тогда он получает свое место, скажем так, в законодательстве уже Украины. И по некоторым вопросам он будет даже иметь приоритетное значение перед, скажем, нормами Украины, которые могут входить в определенные коллизии. Если констатировать, то по большому счету, скажем так, риски от такой ратификации небольшие. Лукашенко против юмора. Белорусские правоохранители начали заочное расследование против белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко. Ему приписывают клевету и оскорбление Лукашенко, а также разжигание розни. И приглашают приехать в Минск. Очень хотел явиться. К сожалению, не получилось. Спасибо, что есть возможность дистанционно решить вопросик. Сам комик написал в Инстаграм ответ белорусским так называемым правоохранителям. В то же время стало известно, что из лукашенковских тюрем освободят 30 политзаключенных. В их числе 14 женщин и 16 мужчин, сообщают пропагандисты. Уточняю, что некоторые из них имеют серьезное заболевание и среди них есть люди пенсионного возраста. Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку суперспасибо, помогает нам снимать новые и новые видео. И мы вам за это благодарны и призываем не останавливаться. Также призываем ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это тоже очень важно. Ну, у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok